Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как нам в 40 выглядеть на 30. Это, в принципе, вполне себе реальная задача, и у нас есть множество-множество примеров, когда люди выглядят, да, и в 50 на 30. Но, дабы не брать чужие фотографии, без спроса не приводить каких-то конкретных примеров, мы все понимаем, что это возможно. Можно, напишите в комментариях, может быть, у вас есть собственные живые примеры, друзья, знакомые. Ну, и сейчас мы разберем, как же так получается, что у одного человека, соответственно, морщины появляются буквально в 20, да, там, с лишним лет, а у другого их и нет, когда ему 40. Ну, каких-то таких выделенных. И есть несколько причин. Одна из причин – это генетическая детерминированность, дорогие друзья. То есть, конечно же, так скажем, люди, по крайней мере, с точки медицины зрения, да, они не равны, и не нужно это скрывать. То есть, у нас, соответственно, есть какие моменты? Есть, в первую очередь, момент с тем, что мы рождаемся, можем родиться с какими-то мутантными генами, можем родиться, соответственно, не только с мутантными генами, но и как с детства, там, ну, с тем же загибом желчи, ну, да, желчных путей. Соответственно, все это, все это будет формировать наше не очень, так скажем, хорошее здоровье с годами, да. Ну, и даже уже после 20, если у вас появляется СИБР, если у вас появляется повышенный инсулин, если у вас уже есть изменения в поджелудочной железе, вы сделали УЗИ или в щитовидной, да, все это, соответственно, делает, так скажем, вносит нежелательный вклад в ваше здоровье. Что нужно сделать, соответственно, чтобы эту ситуацию поменять? Ну, во-первых, нужно принять, что люди неравны, да, и у всех людей разные проблемы со здоровьем, как правило. Да, может быть, вы акцентированы на вашем холестерине или диабете, но кто-то, поймите, точно так же акцентирован на том, что у него грыжа в спине. И наоборот, да, ну, в спине, говорю, в позвоночном столбе, а точнее, да, в позвонке. Значит, в чем смысл? И того, и другого пациента все это дело беспокоит. Просто всех беспокоят разные вещи, и всеми этими вещами нужно заниматься превентивно. То есть, заблаговременно до той степени, пока у вас не развилось то или иное заболевание. Если грыжи, и, соответственно, до того, как развилась грыжа, можно было заняться спиной, прокачать свои мышцы, да, увидеть, что у вас есть протрузия, зрители, напишите, у кого есть протрузия, напишите мне в комментариях. И напишите, знаете ли вы о том, что, в принципе, вы можете сдать D3, также гормоны различные, там, о которых я говорил, и кальцинизированный, индекс, хомо, а, все те гормоны, в общем, которые выше сейчас я перескажу, чтобы не повторяться. Вот. То есть, вы это все можете сдать, и тоже, во-первых, нивелировать разрушение дальнейших костей, а, во-вторых, вы можете просто, что сделать в первую очередь? Вы можете взять и, соответственно, превентивно проработать ваши все мышцы, сделать их крупными, и у вас, соответственно, риск грыжи образования будет гораздо ниже. Это по поводу грыжи. Вот яркий пример. Грыжи мы можем наблюдать. Там есть клиника выраженная, ну, такая, то есть, проблемная достаточно. У второго диабета клиника заключается, ну, вес у человека растет. Кто-то, пару килограмм даже, да, женщины, напишите мне в комментариях. Вот вы, наверное, часто, да, с этим сталкиваетесь. То есть, взвешиваетесь, вам не нравится, многие на это акцентируют внимание, как-то с этим борются. В итоге все-таки доходят до врача. Мужчины, вообще, вот, многие, многие мужчины, пациенты приходят, говорят, то, что вы знаете, доктор, я здоровый. Он приходит с красными глазами, у него уже там все сосуды полопались. Я говорю, ну, вы же гипертонический пациент. Он говорит, да, откуда вы узнали? Мне действительно что-то когда-то говорил кардиолог, но, в общем-то, я на это дело благополучно забил. И начинаем его исследовать. Да, действительно, он пациент уже кардиолога, у него уже там и гипертоническая болезнь, это нос сосудов есть, да, вот. Стеноз, бывают вены, артерии у таких пациентов. А все появилось на фоне диабета, дорогие друзья, второго. Который, понимаете, он, диабет, это не когда вот что-то в животе болит, да, когда непосредственно что-то мешает. Это такой эндокринный сбой, да, который всегда, почему я говорю эндокринный сбой, то есть это не только вот дифференцированно здесь речь идет о, соответственно, проблемах там поджелудочной железы. Нет, это идет о том, что речь, начинается метаболический синдром, начинается гиперлипидами, потом переходит к гиперхолестеринами, там же еще и сибор какой-нибудь затесался, и вот это вот все вместе у вас, так скажем, замкнутый круг запирает. Дорогие друзья, что же с этим делать, да? Давайте дальше. Как предотвратить вот это вот развитие, неважно, грыжи у вас, диабет, еще что-то. Может быть, вы считаете себя абсолютно здоровым, но вы хотите чувствовать себя лучше, быть продуктивнее, вы хотите по-новому жить, вы хотите, соответственно, поднимать ребенка и опускать его без труда, вместе с ним забегать на пятый этаж, и чтобы, соответственно, не было и одышек и прочее. И сейчас я вам, соответственно, дам такой бесплатный, так скажем, чек-лист, как это модно говорить, на то, чтобы сдать анализы и в 40 лет выглядеть на 30, чтобы вы сами увидели, соответственно, что там не так и что вам лучше подправить. Я даже коротко сейчас расскажу о том, как интерпретировать данные анализы. ЛГФСГ, когда вы сдаете. И женщинам и мужчинам все-таки желательно, чтобы ЛГФСГ были посередине референсных значений или, соответственно, чуть выше середины референсных значений. Соответственно, тестостерон общий, должен быть тоже середина или чуть повыше. Ну, для мужчин чуть повыше актуальнее, для женщин не совсем актуально. Для женщин чуть повыше актуальна ситуация с эстрадиолом, для мужчин не совсем актуальна ситуация с эстрадиолом. Ну, пролактин где-то может плавать в середине референсных значений, главное, чтобы у мужчин и у женщин он не падал в нижние референсные значения. Вот. Сама-то трупный гормон. Дай бог, если у вас найдется там 2 единички хотя бы, это будет просто прекрасно. Если у вас единица, поздравляю, это уже большие проблемы. 2 единицы, ну, можно натянуть их на 3, если, соответственно, пробить БАДы и препараты. Конечно, чтобы 40 лет выгодить на 30, вам необходимы все 4 единицы гормона роста. Вот. Напомню, что 5 единиц, это, соответственно, физиологическая норма, которую ваш гипофиз вырабатывает. Вот. Значит, должен вырабатывать. Далее двигаемся. Это были, соответственно, у нас гормоны роста, гипофизарный гормон, и андрогены, в том числе гипофизарные гормоны ЛГР, ПСГ. Далее, ТТГ у нас тоже гипофизарный гормон, который контролирует работу щитовидной железы. Ориентируемся на середину референса. Т3, Т4 свободный, ориентируемся на середину референса. Йод в моче, это все я пересказываю, внимание, про щитовидную железу речь. Ориентируемся на середину референса. Можно чуть выше вполне йод держать. Но если йод чуть выше, обязательно слегка выше него должен держаться селен. Селеный йод не пьется просто так, а пьется после сопоставления анализов ТТГ, Т3, Т4 свободных, соответственно, и йода в моче и селена. Соответственно, только тогда мы можем назначить БАДы профилактические для щитовидной железы. Потому что БАДы для щитовидной железы, они очень активно на нее влияют. Щитовидная железа очень чувствительная, поэтому не насыпайте, даже ради профилактики, никаких веществ в нее просто так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова